В Европе это называют гриль, в Америке – барбекю, а в России – шашлыки. Но суть одна. На природе, во дворе или прямо на тротуаре возле дома, на открытом огне или на углях, люди жарят или запекают мясо. Давайте же посмотрим на традиции этого процесса в разных странах мира. Привет, вы на канале Кулинарный Топ, и это история о том, как готовить шашлык и барбекю в разных странах мира. Шашлык. Кавказ, Центральная Азия, Россия. Шашлык является чрезвычайно популярным блюдом в таких регионах, как Азербайджан, Армения, Грузия, Центральная и Средняя Азия, Россия и Восточная Европа. Это блюдо представляет собой насаженные на шампуры, заранее замаринованные куски мяса или овощей, обжаренные на мангале. В каждой из этих кулинарных культур имеются свои рецепты и способы маринования и обжаривания шашлыков. Прелесть шашлыка заключается в том, что каждый кулинар вправе сам решать, какое мясо выбрать для этого наивкуснейшего блюда, и какие компоненты для его маринования использовать. У народов за Кавказье шашлык является целым искусством, которое охватывает не только правильное маринование и обжаривание мяса, но также выбор этого мяса, углей, мангала и прочих важных нюансов. Традиционно к шашлыку подается хлеб, лепешка или лаваш, а также салат из свежих овощей и маринованный в уксусе лук с красным перцем. Барбекю США Если в России друзей и родственников зовут на шашлыки, то в Америке любят собираться на барбекю. Практически в каждом штате Америки имеются свои уникальные виды барбекю, и на эту тему можно подготовить даже отдельный полноценный ролик. И хотя в американской кулинарной культуре не существует правильного или идеального рецепта барбекю, однако споры насчет того или иного вида этой американской классики по-видимому не утихнут никогда. В каждом американском штате, будь то Северная или Южная Каролина, Канзас или Техас, считают свой традиционный стиль приготовления барбекю самым лучшим. И лишь с одним утверждением согласны абсолютно все американцы, соус для барбекю способен только улучшить и подчеркнуть жареное мясо и сделать его божественно вкусным. Поэтому именно соус является изюминкой в американском барбекю. Сувлаки. Греция. Это один из самых популярных перекусов, который можно часто купить сладка прямо на улице или заказать в тавернах по всей Греции. Это блюдо представляет собой маринованные шашлычки, зачастую из свиного мяса, которое обжаривают на углях и подают с соусом дзадзики. Также в качестве дополнения к основному блюду подают свежие овощи и питу. Сувлаки являются неизменной частью традиционной греческой кулинарной культуры. Побывав в Греции это блюдо следует попробовать обязательно. Швенкер. Германия. Эту страну невозможно представить как без аппетитных колбасок, которые тут едят с утра до вечера, так и без мяса в целом. А следовательно в Германии определенно существует свой собственный стиль обжарки мясных деликатесов. Швенкер. Это немецкий круглый гриль на котором местные жители по традиции обжаривали стейк из свинины. Однако в наше время на нем обжаривают все что хоть отдаленно напоминает мясо, в особенности знаменитые на весь мир немецкие колбаски. А особой популярностью немецкое барбекю пользуется на пивных фестивалях, проводимых на открытом воздухе по всей стране. Личон. Испания и Филиппины. Нигде в мире больше не готовят жареного молочного поросенка так, как это делают в Испании. Жарит поросенка целиком на массивном вертеле над углями по особой старинной технологии. Мясо получается таким нежным, что повар может легко рассечь его глиняной тарелкой. Правильно приготовленный поросенок имеет не только очень нежное мясо, но и золотистый ровный цвет, а также восхитительную хрустящую корочку. Помимо Испании, Личон является национальным праздничным блюдом на Филиппинах и в некоторых странах Карибского бассейна. Стигиола. Италия. Это фантастическое итальянское блюдо представляет собой фаршированную зеленью, луком и специями, а затем обжаренную на открытом огне овечью или козью требуху. Эти жареные сосиски распространены на большей части Италии, однако титул короля уличных блюд Стигиола получила на своей родине, в Палермо. Шиш-кебаб. Турция. И хотя турецкая кухня насчитывает десятки различных видов кебабов, именно шиш-кебаб является гордостью этой кулинарной культуры. Этот кебаб внешне не отличается от привычного нам шашлыка, но обладает особенным вкусом из-за специфичного маринада. Турки предпочитают баранину. Этот вариант блюда именуется кузу-шиш. Это главное блюдо мусульманского праздника Курбан-Байрам, когда из-за жертвоприношения мяса образуется так много, что Турция буквально покрывается восхитительным ароматным дымом от мангалов. Мясо маринуют в смеси оливкового масла, лука, томатной пасты, соли и перца. Если шиш приготовлен из говядины или телятины, его называют дана-шиш, если из курицы, то тавук-шиш. Шиш-кебаб подают на стол с овощами, рисом или булгуром. Кубиди-кебаб. Иран. Является одним из самых популярных и аутентичных персидских блюд и представляет собой местную версию знаменитого люля-кебаба. По традиции баранья или говяжье рубленное мясо смешивается с жиром, черным перцем и луком, нанизывается на шампуры и обжаривается на углях. В дополнение к кебабу часто подают лаваш, лук и обжаренные овощи. Тандури. Индия. Шашлык в Индии называют тандури, а готовят его преимущественно из курицы, а также баранины. Тандури – это не только название блюда и способ его приготовления, но и название глиняной печи, в которой и происходит приготовление блюда. Вначале мясо маринуют в йогурте, чесночно-имбирной пасте и смеси различных специй, которыми и знаменита Индия на весь мир, а затем помещают в тандури и обжаривают при высокой температуре. По традиции тандури подаются индийским хлебом, огуречной райтой, чатни и рисом басмати. Якитори и якинику. Япония. Якитори представляют собой японские шашлычки из куриного мяса или овощей, которые нарезаются на небольшие кусочки, маринуются в одноименном соусе, нанизываются на шампуры или шпажки, а затем обжариваются на углях, а после подаются с этим же соусом. Традиционно якитори подают в качестве закуски к основным блюдам или пиву. Будучи в Японии, вы можете заглянуть в специализированные заведения под названием Якитори, чтобы насладиться этими чудесными шашлычками под кружечку японского крафтового пива. Якинику из тех блюд, которые вы готовите сами. Посетители заказывают несколько тарелок с мясом и овощами, которые поступают к столу в сыром виде, и которые они готовят самостоятельно. Словом, якинику называют японский гриль, расположенный в центре стола, на котором жарят мясо и овощи разных видов и фасонов. Ничто не сближает лучше, чем блюда, приготовленные на открытом огне, поэтому якинику – возможность не только вкусно поесть, но и пообщаться. Это очень веселое и увлекательное групповое занятие. Самым популярным продуктом для приготовления на японском гриле является, конечно же, мраморная говядина вагю. Чаошао. Китай. Это блюдо кантонской кухни, популярное по всему Китаю, представляет собой маринованную свинину в пряном соусе и обжаренную на гриле. За пределами Китая оно известно, как китайское барбекю. Чаошао может выступать как самостоятельное блюдо или стать ингредиентом для более сложного составного блюда. Несмотря на то, что чаошао является китайским деликатесом, часто приготовленную свинину добавляют в японский суп рамен и многие другие блюда азиатской кухни. Как и в большинстве видов шашлыка, крайне важно использовать жирное мясо, чтобы оно оставалось сочным в процессе приготовления, в противном случае оно получится сухим. Идеальным куском для этого восхитительного китайского барбекю послужит мясо с лопаточной области свинины. Гагигуи. Южная Корея. Это целая группа корейского барбекю, вариантов которого существует великое множество в зависимости от вида продукта. Без преувеличения это одно из самых популярных и самых любимых блюд среди местного населения. В ресторанах мясо подают едокам как в сыром, так и в маринованном виде. Участники трапезы сами готовят себе блюда, обжаривая мясо на специальном корейском гриле. Этот веселый и шумный процесс очень увлекателен и доставляет удовольствие не меньше, чем японцам их якинику. В качестве дополнения к мясу выступают ломтики лука, грибов и кимчи. Обжаренное на гриле мясо и прочие ингредиенты заворачивают в листья салата и поедают с различными соусами для макания. Также приготовленное мясо часто выступает важным ингредиентом для других традиционных корейских блюд, например супов и рагу. Гай-янг. Таиланд. Это блюдо стало популярным среди туристов и является аутентичным тайским вариантом всеми любимой курицы гриль. Обычно целого цыпленка разрезают на две части в форме бабочки, маринуют, а затем обжаривают на углях. Состав маринада зависит от региона и предпочтения конкретного повара или уличного торговца. Поэтому вы никогда не встретите два одинаковых рецепта Гай-янг. Каждая курица будет иметь свой собственный невероятный вкус, не похожий на другие. Соедините птицу с липким рисом, пикантным соусом для макания и салатом из зеленой папайи, и вы получите одно из самых легендарных блюд тайской кухни. Сатэ. Индонезия. Сатэ, именно так именуется группой индонезийских и малазийских блюд. Помимо своей родины они популярны по всей Юго-Восточной Азии. Эти блюда представляют собой мини-шашлычки, которые готовят из любого вида мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, замаринованные в местных приправах и специях, а затем обжаренные на гриле. Их подают с разнообразными ароматными соусами. Они могут выступать как уличное блюдо или домашняя закуска, а также как самостоятельное блюдо, подаваемое с припущенным рисом в качестве гарнира. Традиционным дополнением для большинства видов сатэ является арахисовый соус. Асада. Аргентина. Как известно, аргентинцы являются мировыми экспертами в области обжаривания мяса. Асада – это название местного барбекю и способ его приготовления, который популярен практически по всей Латинской Америке. Обычно повара не зацикливаются на сложных маринадах и приправляют говяжьи стейки и прочие виды мяса лишь солью, поэтому качество мяса имеет первостепенное значение. В качестве дополнения к обжаренному мясу практически всегда подается традиционный аргентинский соус чимичури, красное вино и русский салат оливье, полюбившийся аргентинцами. Мясо, обжаренное на углях, можно встретить не только на различных аргентинских фестивалях, ярмарках и в уличных кафе, но и практически в каждом аргентинском доме. Чураско. Бразилия. В Южной Америке, особенно в Бразилии, огромной популярностью пользуется еще один вид барбекю, и способ его приготовления – чураско. В отличие от Асада этот способ заключается в обжаривании на углях мяса, нанизанного на шампуры. На большей территории Бразилии встречаются стейкхаусы под названием чураскарии, уличные лотки или полноценные кафе, где можно отведать разнообразные бразильские мясные деликатесы, обжаренные на углях. Барбака. Мексика. Это целая группа мексиканских видов барбекю, варианты которых отличаются в зависимости от региона. Изначально приготовление мяса происходило в вырытой яме, заполненной раскаленными камнями, однако в наше время допустимо приготовление и на открытом огне. Самой известной вариацией является свинина по-юкатански, оригинальное название которого – каченито пибиль. Это блюдо навеяно классическими ароматами мексиканских регионов, расположенных на полуострове Юкатан. Сливаясь воедино, свинина и традиционные мексиканские приправы при медленной обжарке создают невероятное блюдо, наполненное яркими вкусами цитрусовых, пряными специями и жгучими нотками перца чили, каченито пибиль используют в качестве самостоятельного блюда или как белковый наполнитель для така. Антикучес и почеманка. Перу. Антикучес – это знаменитая перуанская закуска, известная еще с колониальных времен, которая и по сей день является частью гастрономической истории страны. Она представляет собой шашлычки из говяжьего мяса, особенно из сердца, замаринованного в уксусе или лимонном соке, специях и перуанских пастах на основе местных сортов перца чили. Именно перуанские чили пасты являются изюминкой этого блюда. В качестве гарнира к нему подают вареный или печеный картофель, а также кукурузу. В Перу антикучес – одно из самых популярных уличных блюд. Почеманка – еще один способ приготовления обжаренного мяса, который берет свое начало со времен империи инков. В качестве главного ингредиента допустимо брать абсолютно любое мясо или овощи, которые употребляют в пищу жители Перу. Приготовление начинается с нагревания камней, под которыми разводится костер, а уже сверху них располагается мясо. Жаровню по традиции засыпают травой и землей, а готовое блюдо вынимают по прошествии двух часов. Обычно готовят большое количество мяса, например целую овцу, сразу на компанию едоков. Ерк. Ямайка. Это карибский вид барбекю и стиль приготовления на огне мяса, маринованного в одноименной ароматной огненной смеси специй. И хотя ранее эту пряную комбинацию применяли для размягчения такого жесткого мяса как козье, однако затем стали использовать как универсальный маринад к курице, рыбе, баранине и свинине. Традиционно смесью натирают мясо и оставляют на ночь мариноваться. На следующий день маринованное мясо обжаривают на гриле. Вместе с карибской кухней рецепт ямайского барбекю распространился по странам и в наши дни известен уже по всему миру. Брай. Южная Африка. Это не просто блюдо, обжаренное на гриле. Это своеобразный южноафриканский пикник, на котором встречаются компании друзей и родственников, и готовят на свежем воздухе сочные стейки, колбаски, куриный шашлык, свиные ребра, жареные овощи и многие другие блюда. В зависимости от региона главный ингредиент может отличаться, а в некоторых местностях можно полакомиться даже такими экзотическими видами мяса как зебра или антилопа. Для приготовления браай традиционно берут только мягкую и сочную часть туши и маринуют ее в ароматной смеси. Жареное мясо подают с томатно-луковым соусом или соусом шоколака. Суя. Нигерия. В отличие от индонезийского соте, эквивалентом которого является это блюдо, нигерийские шашлычки не подаются с арахисовым соусом, а маринуются в нем. Кубик куриного бульона может показаться довольно странным дополнением, однако он является аутентичным компонентом для этого блюда, которое просто немыслимо без него. Помимо нигерии суя можно встретить по всей Западной Африке, где их готовят из говядины, курицы или баранины, а также субпродуктов. После обжарки шашлычки подают с нарезанным луком, перцем чили и различными овощами по вкусу. Из-за большой популярности эти пряные шашлычки стали эталоном уличных блюд в Нигерии, где их можно встретить в придорожных ларьках, зачастую в сомнительных санитарно-гигиенических условиях, что приводит к мысли о самостоятельном приготовлении суя, чтобы избежать риска пищевого отравления. Барби. Австралия. Австралийцы обожают кушать на свежем воздухе и готовить барбекю. И хотя углеводную пищу здесь стараются все же избегать, заменяя овощами на гриле и салатами, однако жареное мясо – одно из самых любимых кушаний австралийцев. На австралийском гриле вы найдете самые популярные мясные деликатесы, начиная от говяжьих стейков, бараньих ребрышек и колбас, заканчивая креветками и лобстерами. Кстати, мясо и морепродукты на гриле готовят здесь только в теплое время года. Земляная печь. Океания. Способ обжаривания мяса существует и в Южно-Тихоокеанской кухне. Так традиционное барбекю на островах Фиджи, Самоа, Таити и среди аборигенов Новой Зеландии представляет собой обжаривание пищи в земляной печи, чтобы приготовить свинину, курицу, овощи или морепродукты. Их заворачивают в листья растения тара или в банановые листья и в течение двух-трех часов запекают на раскаленных камнях. И хотя названия блюд различаются в кулинарных культурах упомянутых островов, однако способ приготовления остается неизменным. На раскаленных камнях, расположенных в яме. А какие еще виды шашлыков и барбекю знаете вы? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.